Цезарь. Крестовые походы. Бородино. Всё это парадный фасад истории. А что хранится в подвалах? Программа «Родина слонов». То, о чём учёные обычно не рассказывают, потому что их не спрашивают. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Добрый день, это «Родина слонов», программа об исторических мифах, об истории, которые мы не знаем, и о тех фактах, которые вполне очевидны для учёных, но по разным причинам прошли мимо нас. Меня зовут Михаил Родин. Сегодня одна из тех программ, в общем, их достаточно часто, в последнее время всё больше и больше, это радует. Одна из тех программ, для чего и была придумана «Родина слонов». Сегодня мы рассказываем то, что ещё никто не знает, то, что выяснилось последние 10 лет, то, чего, естественно, нет в учебниках, но вот эксперты уже знают. И у нас сегодня один из таких экспертов в студии. В гостях у нас сегодня PHD, ведущий научный сотрудник службы древности Израиля Яна Чахановец. Здравствуйте. Говорить мы будем про римский Иерусалим. Я изначально, собственно, напугался, куда какая такая широкая тема, это там начиная от завоевания Помпеем и заканчивая, и непонятно, где там заканчивать-то вообще, поскольку там дальше Византия начинается. Но вдруг выяснилось, что была проблема в иерусалимской археологии. Вот расскажите про неё. То есть какой-то город потерялся у нас. Да, город, который, на самом деле, даже назывался не Иерусалимом, а Элией Капитолиной, про который толком до недавнего времени никто ничего не знал. Принято считать, что Иерусалим отличается по всем статьям от всех других городов мира. Но, на самом деле, оказывается, что на большом пространстве от Ливии до Сербии, где прошлись тяжелые сандалии Римской империи, Иерусалим не является исключением. Мы везде видим одно и то же, одну и ту же схему строительства городов. Просто в Иерусалиме как-то всё сложнее получалось. И хотя там и Помпеи, и Римская провинция, и Ирод, великие понтии Пилаты, Христос и апостолы жили в Иерусалиме во времена римского владычества, речь идёт не об этом городе, а о настоящей римской креатуре, о римской колонии, которая называлась Элия Капитолина. — Расскажите, как она возникла, Элия Капитолина? Ведь, насколько я понимаю, мы говорим о том городе, который возник на пустом месте после того, как Иерусалим разрушили после иудейского восстания. — Да, Иерусалим был разрушен в наказание за бунт, в долго продолжавшуюся войну с римлянами, продолжавшуюся четыре года, очень кровопролитную, жестокую. Вообще разрушение городов, особенно городов древних, не было в обычае римской власти. Пожалуй, таких примеров только два. Карфаген, который, как известно, должен быть разрушен и был разрушен. И Иерусалим. Ну, зачем хороший старый город, крупный экономический центр, известный своими прекрасными зданиями, зачем его рушить? Это глупо, неразумно, нерационально. Римляне были власти очень рациональной. Ну, Иерусалим был разрушен, главное его святилище, Иерусалимский храм, был сожжён, вообще выжженное поле. Что там происходило после Иудейской войны, никто толком не знает, но примерно через 60 лет, где-то в районе 130-132 года, римляне, те же самые римляне, на месте бывшего Иерусалима основали новый город, колонию Элью Капитолину. Продвинутые слушатели, услышав Элью в названии города, могут догадаться, что дело было при императоре Адриане, потому что полное его имя Элий, Публий, Адриан. Ну, а Капитолина, понятно, да, в честь ряда капитолийских богов. И, насколько я понимаю, очень много лет археологи про этот город практически ничего не знали, его не могли найти. То есть он примерно на том же месте, но вот вычленить его в слоях не получалось. Более того, его не только не получалось вычленить в слоях, мы про него не знали практически ничего, что мы знаем про всякий нормальный город. Мы не знали толком, когда он был основан, мы не знали толком, когда он прекратил свое существование, когда он вернулся к названию Иерусалим снова. Мы не знаем, не знали, кто были его жители, какую территорию он занимал. Иерусалим времен Ирода, Христа, апостолов иудейской войны, город, который заслужил массу всяких литературных описаний. У нас очень много источников по этому городу. Взяв в руки Иосифа Флавия, мы можем ходить по нему туда-сюда. Этот город был очень важным для иудеев, и поэтому его история, его география, топография, что угодно, широко освещается и еврейскими источниками, например, Талмудом. У нас есть описание этого Иерусалима в Новом Завете и т.д. Эля Капитолина потеряла всякую центральную значимость для кого бы то ни было. Это был римский город, город языческий. Центром эпохальных событий он не стал, поэтому у нас нет по нему источников. Столицы провинции, я так понимаю, он тоже не был. Столицы провинции он не был. Совершенно верно. Столица провинции находилась в Кейсарии Приморской, примерно 70-80 километров от Иерусалима. И у нас нет по этому городу источников. Когда город становится христианским, он вновь выходит на авансцену, всем он нужен, паломники, все его описывают, источников навалов. А это уже в какое время началось? А это с 4 века и далее. Другой вопрос, насколько точно они описывают современный им город. Но, тем не менее, с источниками проблем нет. То есть, получается, провал там где-то в районе 150-200 лет? 200, да, почти 200 лет. Причем вид на провал действительно, ну, по всем статьям провал. Нет надписей, или они в каких-то обломках жалких присутствуют. Нет литературных описаний, нет паломничества, потому что город не является важным культовым центром никакой религии. А на археологическом материале он как-то провис между двумя мощными слоями Иродианского Иерусалима, то есть, грубо говоря, первый век нашей эры, и очень мощного византийского, раннего византийского слоя, когда начинается, при Константине и Елене, начинается строительство церквей, появляются первые паломники, четвертый век, да. Слой археологический вот этой элии, он пропал. То есть, он даже не пропал, его не умели верно идентифицировать. Дело дошло до того, что, когда ничего неизвестно, может же выдвигать любые взверальные идеи, теории, благо проверить их невозможно, там, кто-то писал, что Элия Капитолина была по размерам в два раза меньше нынешнего Старого города. Старый город – это всего один квадратный километр. То есть, общая мысль состояла в том, что это был город неважный, несущественный, небольшой, и по некоторым намекам еврейских поздних источников, казалось, что он построен римлянами в наказание за еще одно восстание. 130-й и 132-й год – такое отчаянное восстание. В Иудее уже, в общем, разгромленный восстание Бар-Кохбы. И после того, как это восстание с треском провалилось, император Адриан вводит всякие санкции против иудейской веры. На месте Иерусалима строит новый город под названием Элия Капитолина, то есть переименовывает святой для евреев город, а провинцию Иудея переименовывает в Палестину. Как человек образованный, он знал, что в еврейской книжке, самой толстой, написано, что у евреев когда-то были конкуренты в борьбе за эту землю, филистимлине, и в честь вот этих давно уже не существующих филистимлин страна из Иудеи превращается в Палестину. Вот такой, извините за выражение, нарратив существовал примерно 10 лет тому назад. Еще у нас были какие-то мелкие обломки, красивых римских надписей. Вы представляете, это римская надпись. То есть это каменная плита, обычно мраморная. У нас мрамора нет, он привозной. То есть это хороший такой строительный блок, толщиной сантиметров 8, и огромных размеров, ширину и высоту. То есть это прекрасный строительный материал. Когда римская империя прекратила свое существование, все пошло в разнос, все растащили, раскололи, куда-то впихнули в какие-то кладки. В общем, какие-то жалкие обломки. Еще были монеты чекана этой самой Эли Капитолины, и мы по этим монетам знали, что город был заложен лично императором Адрианом, потому что есть монета в честь основания колонии. Он идет за плугом, отмеряя, померяя сакральную границу города. Из чего в еврейских источниках появилась прекрасная тема о том, что римляне перепахали землю, на которой стоял Святой Иерусалим, и посеяли соль. То есть этот проход за плугом, за этой парой быков, приобрел такую интересную окраску. На монетах изображаются какие-то божества на фоне храмов. То есть понятно, что храмы этих божеств, видимо, существовали в городе. Главное святилище Иерусалима, Храмовая гора, тоже была занята неким храмом. Ну, вот, собственно, и все. И до недавнего времени мы ничего почти про это не знали. 10 лет тому назад была большая конференция, на которой все эти вопросы поднимались археологами. В конце концов, должны мы что-то дать этому дискурсу. И все написали замечательные статьи для этой книги. Книга очень долго выходила, как это обычно бывает. Вышла в конце прошлого года, и практически вся уже неактуальна. Несмотря на то, что это, в общем, статьи, я думаю, писали археологи, которые действительно там работают. Все серьезные, уважаемые люди. Просто за 10 лет масса археологического материала, касающегося этого города, вдруг шквально совершенно выросла. И очень многие предположения оказались опровергнуты. Что случилось за эти 10 лет? Насколько я понимаю, там спасательная археология, как это часто бывает, помогла нам выявить большое количество материала. Да. В Иерусалиме, вообще в Израиле, идут огромные спасательные раскопки, которые сопровождают любое строительство, любое развитие территории, в том числе туристическое. Иерусалим и Иерусалимская область, если можно так сказать, вся является объявленным археологическим памятником. Поэтому не надо бодаться каждый раз заново с подрядчиками. По умолчанию археологическая разведка, археологическая инспекция и раскопки предшествуют любой бурной деятельности в городе. Скоро Москва и Московская область будут очень вам завидовать. Иерусалим. Я надеюсь, что этого не произойдет. Я надеюсь, что нет, но... Да. Вот сейчас зашла в кафе, там за соседним стольком сидели люди строительного, очень такого вида серьезного. Такие ребята и обсуждали этих археологов, которые... Как я попала, да, мешают. Наши тоже обсуждают, но... Но одеваться некуда, да. Борьба бессмысленна. Это просто вопрос жесткости позиций. В конце концов, если проявлять жесткость, позиция это победит. Так вот, в данном конкретном случае, в случае с Элей Капитолиной, спасательные раскопки, которые идут по всему городу, в том числе в бассейне, так сказать, исторического города, вокруг старого города и внутри него, они дают колоссальные результаты. Вы понимаете, что Иерусалим очень густо заселен и представляет собой скопление в основном исторических зданий, очень часто там как-то 17-го, а то и 15-го века, совершенно непригодных для жилья, но тем не менее люди в них по-прежнему в этих зданиях живут. Совершенно непонятно, почему, если они хотят поменять там плитку на полу или на 10 сантиметров углубить пол, чтобы построить второй этаж и там разложить своих 15 детей, почему все это должно сопровождаться какими-то ужасами, раскопками и так далее. То есть раскопки могут идти вот в такой небольшой комнате размером 2 на 3, как эта студия, но тем не менее собрание вот таких мозаичных кусочков в конце концов дает вот такие прорывные результаты. А в чем дело-то? Ведь, насколько я понимаю, копают примерно в тех же уже раскопанных районах. То есть мы же говорим сейчас не о городе, который где-то вынесен, а это просто новый слой, да, там посередине, между двумя известными слоями. Почему вот сейчас начали, несмотря на то, что понятно вышло? Очень по-разному. Есть какие-то территории, которые копались, и там этот слой, который мы сегодня обсуждаем, просто был пропущен, потому что не умели, скажем, на керамических изделиях, на каких-то материальных предметах отличить, грубо говоря, четвертый век от третьего. Это вопрос как раз кардинальный. Как ни странно, огромное количество мест в Иерусалиме прежде просто не копалось. Вообще не копалось. Вообще не копалось. Большая часть территории Иерусалима, даже исторического Иерусалима, не копалась никогда. Как раз по той причине, по какой слабо копался город Бейрут, или Тир, или Сидон. Все это время он застроен. Он застроен. Или Газа. И там живут люди. Вот все эти очень древние города, которым там по пять тысяч лет условно, они все очень мало археологически известны. И Иерусалим тут не исключение. Люди по-прежнему там. А Иерусалим это же Тель, насколько я помню. Он такой практически классический. Тель, да. Он классический. Тель, это совершенно верно. Это многослойный памятник. Ну, вот как раз античных и позднеантичных времен. Это, в общем, уже не касается, потому что Теля существует до тех пор, пока не появляются разумные системы подвода воды к городу, пока не появляются водопроводы. Это приходит вместе с армией Александра Македонского более-менее. То есть Иерусалим Иродианский уже не Тель. Он широко расползся. Следующий Иерусалим, который мы обсуждаем, вот эта самая Элия Капитолина, как выясняется сегодня, это нормальный римский город, построенный по той же схеме, что и какая-нибудь лепки с магна, прекрасно раскинувшаяся по пустыне Северной Африки, или с Ремско-Митровица, да, густо заросшая травой. То есть это город, который имел когда-то прямоугольную, почти квадратную форму, разрезанный сеткой параллельных и перпендикулярных друг к другу улиц. Ну, скажите вы, там какой-то восточный базар и кривые переулки, и ничего подобного. Если посмотреть сверху, старый город с этим крестом главных римских улиц, одна идёт с севера на юг, а другая с западом на восток, выглядит точно так же, как какой-нибудь Лондон в начальной своей стадии, или Флоренция, или любой из английских честеров. То есть эта сетка улиц, нанесённая именно римлянами, она существует по сей день. И старый город делится на четыре квартала, еврейский, христианский, мусульманский, армянский, как раз вот этими главными артериями. Ну, местами, конечно, они сбились за две тысячи лет, но сетка это и есть. Ну, то есть, получается, современный Иерусалим, как выяснилось теперь, он сформирован ещё вот Элей Капитолиной. Совершенно верно. Он сформирован именно Элей Капитолиной, а до сих пор считалось, что византийцами, что император Константин, который возвращает Иерусалиму статус важного центрального религиозного монумента империи, именно Константин наводит там порядок, всё планирует. Ну, не Константин сам, разумеется, какие-то его градостроители, архитекторы. Оказывается, что нет. Всё это происходит уже начиная с первой, третьей, второго века нашей эры в этой самой Элии Капитолине. Если это римский город... А, собственно, да, если это римский город, у меня такой вопрос. Вот как нам сейчас лучше рассказывать? То, что мы знаем по порядку, по темам, что называется? А мы ничего не знаем. Или по порядку того, как находили, что обнаружилось? Ой, нет, это мы костей не соберём, если мы будем обсуждать, что находили. Я думаю, что вот от сетки дальше к общественным пространствам, общественным зданиям, и потом это, так сказать, всё материальное, а потом переходим к эзотерическим вопросам. Хорошо, давайте так. А вот эта сетка, она как же была обнаружена? Это же нельзя... А вот таким вот методом мелких, более мелких и более крупных каких-то раскопок, где за последние 5-7, ну, скажем, даже 10 лет этот римский слой удалось вычленить при помощи нанесения всех этих кусков территории римского города. Да, буквально так. На единый план становится ясно, что все улицы в этом городе, несмотря на его несколько холмистую топографию, аккуратно, перпендикулярны и параллельны друг к другу. Причём становится ясно, что всё это сделано по какому-то заранее составленному плану, а не путём прирезания ещё куска и куска и куска. Оказывается, что город этот был, ну, в самом начале своём, наверное, размером примерно со старый город, а потом стал... То есть километр... Примерно километр, да. А потом стал разрастаться больше и больше. У римского города не было стен, в них не было никакой форсификационной необходимости. У большей части городов империи периода рассвета не было стен. Были ворота, но они несли, скорее, такой церемониальный характер, похожий на триумфальные арки. Такие есть и в Элии Капитолине, в римском Иерусалиме. Это настолько мощные сооружения, что на них наросли какие-то следующие постройки, в том числе средневековые, и часть этих римских арок до сих пор видна. На поверхности их не надо копать. Их идентифицировали, но было непонятно, к чему их приставить. Вот арка Кеомо, знаменитая на Ве-Доларуси, на Крестном пути, часть её возвышающаяся на Удульце, римская, ну, принято показывать её, как какой-то балкон крепости Антония, откуда Пилат демонстрировал Иисуса толпе и говорил, вот он, этот человек, давайте отпустим его. Это не так. Это не так. Это арка времен императора Адриана. Но то, что она стоит на поверхности, не знаю, у меня плавится от этого мозг просто, потому что, ну, это второй век нашей эры, а она стоит, да, и её там сверху, как лианы, оплетают какие-то жалкие 15-го, 16-го, 17-го века постройки, а внизу там вообще какой-то сувенирный магазин. То есть стен у города не было. Как мы можем догадаться о размерах города, о его территории? Нас очень выручает кладбищенская тематика. Так. Поскольку в древности по причинам санитарно-генеического характера кладбища всегда были за городом, за пределами города, чтобы живые чем-нибудь ужасным не изразились от мёртвых, кладбища обозначают границу. То есть если мы находим некрополь, это значит, что мы находимся вне города. И вот в последние 10 лет с двух сторон от Иерусалима были найдены очень большие скопления римских погребений. Причём их тоже можно проследить в хронологическом порядке. А не ждание отодвигаться должны от центра тогда, получается, если город разрастается. Да, вопрос, как городу разрастаться. Да, совершенно верно. Но я имел в виду даже не это, а именно хронологическое развитие самой истории погребений. Поначалу это просто кастрюльки с пеплом. А, понял. Это римская кремация. Кремация обычно связывает это с каким-то военным населением. То есть вот первые солдаты, там легионеры, их хранили так. Потом появляются какие-то другие системы захоронений, высеченные в скальной породе такие пространства. свинцовые гробы нечеловеческой красоты и с какими-то гирляндами, ангелочками, бычьими головами. Ну, в общем, оно всё очень римское, очень тяжёлое, очень длинное, и их много. Вот всё это найдено к северу от Иерусалима. Последние годы огромные скопления этих могил, и это даёт нам возможность увидеть границу города. Буквально неделю тому назад на очередной конференции по новостям Иерусалимской археологии ежегодной один из наших коллег выступил с очень интересным докладом, потому что он обнаружил, что обратил внимание, это любой должен был бы заметить, но вот до сих пор не замечали, что между вот этими церемониальными воротами, с одной стороны, и Некрополем довольно значительно пустое пространство, и до сих пор оно рассматривалось как что-то вроде... Ну, наверное, это они оставили для развития города. Говорил, ребята, вообще это Марсово поле. Посмотрите, какие размеры. Вот здесь они ходили туда-сюда, тут маршировали, тренировались, деревянными сабельками махали и так далее, и так далее. И действительно показал, сравнивая с подобными полями в других местах, в других городах Римской империи, очень похоже. То есть вот это то, что касается размеров города. Надо понимать, что римский город отличается от восточного города тем, что главным в нем является общественное пространство. Личная жизнь твоя не так важна, как жизнь твоя, как гражданина города. Это очень существенный вопрос. То есть это обозначает, что в городе не просто существуют какие-то важные общественные здания, не просто существует... не просто существует там какой-нибудь театр, стадион и так далее. Но это значит, переводя на современный язык, что повозки ездят только по проезжей части, а пешеходы ходят только по тротуару. Это значит, что никаких ларьков и лотков ни на проезжей части, ни на тротуаре стоять не будет. Это значит, что всякий гражданин считает за честь сделать что-то на благо города. И вот весь этот материал мы до сих пор до римлян настоящих в Иерусалиме не видели. А теперь видим. Вот мы уже поговорили о том, что оказывается во II веке нашей эры, уже построенной римлянами, город Элия Капитолина, который находился на месте старого разрушенного Иерусалима, он представлял собой классический римский город. То есть то же самое, что мы можем видеть в Пальмире, в других, в общем, по всей Римской империи. Вот эта вот четкая сетка улочек, главная улица, которая идет по центру, и обязательно въездные ворота, очень помпезные. Вот. Вы говорили, начали говорить про общественное пространство. Понятно, да, что вот как улица устроена, мы уже поняли, это, конечно, не видно сейчас в Иерусалиме. Совершенно. Совершенно не видно. Но археологи восстанавливают. Что с общественными пространственными, в смысле, зданиями? Как это все было устроено, мы знаем. У нас не хватает массы археологических данных. Например, мы не знаем, как выглядели главные языческие святилища города, которые находились, по уверению, более поздних источников, на Храмовой горе. То есть культовый центр города всегда был одним и тем же. До иудеев, при иудеях, после, да, только христиане его сместили. И вместо Храмовой горы это стало Голгоф с Храмом Гроба Господня. А при мусульманах он опять вернулся. В той же самой позиции. Мы не знаем, что было на Храмовой горе при римлянах. Какие-то были храмы. То ли Капитолийской триады, то ли одного Юпитера, то ли еще чего. Храмов мы не обнаруживаем, не находим. Вроде бы остов одного из храмов найден в подвалах Храма Гроба Господня. Зато буквально за последние два года у нас вылезло на поверхность прекрасное общественное здание, маленький театр, может быть, Одион. Непонятно, служил ли он для театральных представлений или для сбора горсовета, к вопросу об общественных зданиях, да, буллетерий, место сбора горсовета, буквально. Маленький театр, рассчитанный на несколько сотен человек. Очень детально проработанные раскопки наших коллег показали, что он строился в первой-трети второго века нашей эры, и его не доделали. А то есть в первой-треть второго века это как раз когда основали эту Эли Капитолину? Да, к самому основанию Эли Капитолины. Вообще за последние два года момент основания Эли Капитолины благодаря спасательным раскопкам вдруг бах и прекрасным образом осветился. Я сейчас вернусь к театру. Недалеко от старого города два года тому назад был найден обломок красивой латинской посвятительной надписи, строительной надписи, упоминающей императора Адриана. Хорошая мраморная плита в перевернутом виде служила устьем какого-то ранее исламского колодца, и ее сильно потерли веревками за те годы. Из колодца доставали воду. Когда плиту перевернули, увидели латинские буквы, латинисты закричали от восторга, потому что оказалось, что это вторая половина надписи, первая половина которой была найдена в конце XIX века, то есть примерно 120 лет тому назад. Совместив эти две половинки крокодила, латинисты прочли, что речь идет как раз об основании колонии Эли, Капитолины императором Адрианом. И тут все встало на свои места, потому что из сочетания титулатуры императора, знаете, там консул в какой-то раз, там патер-патриев в такой-то раз, сочетание этих титулов Адриана позволило точным образом, наконец, датировать основание колонии. И выяснилось, что никакие еврейские восстания и никакие наказательные мотивы тут роли не играли. Выяснилось, что сначала был основан языческий город Эли Капитолина, а уже после этого рассерженный, возмущенный иудейское население подняло восстание. Ага, да. И причем, насколько я понимаю, это именно колония, то есть это не римский лагерь, который разросся. Это вот именно с театром? Видимо, это римский лагерь, который разросся, рос, рос, рос. А потом объявили городом? Вот, вот. Причем здесь театр, собственно. Солдаты, заскучав, стали как-то размножаться, беря себя в жены каких-то местных женщин, может быть, из деревень, округи. У них появились дети. Почему важно было городу получить статус колонии? Потому что вот всем этим неполитико-корректно называемым метисом, ну, можешь подумать, римские солдаты прям все были италийцы, и там тоже было полно сирийцев, греков, кого хошь. У детей из этих смешанных браков, если они жили в колонии, у них появлялось римское гражданство. То есть вопрос колонии, это вопрос юридический, он связан со всякими паспортными делами. Поэтому населению было очень важно, чтобы их объявили колонии, чтобы они не болтались в состоянии сильно разрушившегося военного лагеря. Да и тем более им в пределах лагеря-то и жить нельзя. Совершенно верно. Лагерь для солдат, а где все остальные? И, видимо, к приезду императора Адриана, который со 130-го года катался по восточным провинциям империи, вообще он был очень хороший император, грамотный, ему все было интересно, он хотел посмотреть, кем он правит. В ожидании приезда императора они подсуетились и проложили, например, одну из главных улиц. Мы знаем, потому что улицу вот недавно раскопали, и под камнями, под плитами этой улицы обнаружен археологический материал, который датируется, грубо говоря, 130-м годом. То есть это очень ранняя. Улица не была в тот момент закончена. То есть какой-то кусок ее проложили явно к визиту императора. Ну, чего еще надо? Ну, театр, конечно, надо где-то собираться, да? Культурный город или что? Имеем мы право быть колонией или нет? И они начинают строить этот театрик и не успевают его достроить. То есть он почти готов, но не совсем. Тут что-то не доделали, там не допилили. Какая знакомая ситуация. В современном мире встречается на каждом шагу. Ну, ничего не меняется. Вообще времена эти наши очень близки. Парадоксальная история с театром состоит в том, что мы удовлетворили свое научное и историческое любопытство по поводу того, когда основан был город, где они собирались, как театр строился и так далее. Ну, вот это к вопросу о спасательных раскопках. Театр обнаружен, можно сказать, в подземелье, то есть раскопки шли под домами, примыкающими к стене плача. Оплачивала и оплачивает безропотно. Эти раскопки религиозная организация, которая ведает там какими-то удобствами вокруг стены плача. Стена плача по территории, по площади недостаточно для толп молящихся и приходящих. Поэтому там идут какие-то раскопки, которые открывают еще какие-то куски стены, при этом не снося верхних зданий, в которых кто-то живет. И вот при таких раскопках чрезвычайно технически сложных, вывоз отвалов там какой-то безумный совершенно, занимают какие-то годы. Разумеется, им было бы интересно, как еврейско-религиозная организация, найти там что-нибудь сугубо еврейское. Ну, пусть хоть Ирод бы построил. Ну, хоть что-нибудь. Но нашли Римский театр. Ну, нашли Римский театр. И что теперь? И ничего. Продолжают оплачивать обработку материала. Ну, как быть, да? Вот так случайно. А почему же тогда получается, если они, театр, был частью Потемкинской деревни, построенной для Адриана, почему его потом-то не достроили, если город дальше жил и развивался? Да зачем им этот театр-то был нужен? Господи, мы не знаем, на самом деле. Мы можем только предположить. Они выдохли. Император приехал, ему все понравилось. Статус колонии получили. Статус колонии получили. Мы это точно знаем, потому что у нас есть монета, запечатлевшая это историческое событие. Потом восстание. Евреи пытаются отвоевать обратно Иерусалим. Чеканят свои монеты с Иерусалимским храмом. Которого уже нет. В мечтах. На монетах написано первый год свободы Иерусалима. Хотя до Иерусалима дело не дошло. Ну, в общем, там какая-то суматоха не до театра. А потом уже чего? Может, какой-то другой театр построили побольше? А мы его еще не нашли? И так далее. Да, кстати, тут надо говорить о том, что мы пока оперируем очень малым набором находок. Мы оперируем достаточным набором находок, чтобы говорить о том, что наше представление об этом городе кардинально меняется. Вот прямо сейчас на глазах. Но оно продолжает меняться. Да, и никто не застрахован от того, что завтра мы найдем ипподром. Да. Я была бы только рада. А все-таки кто же там жил-то получается? Если мы говорим про... То есть это классический римский город в том смысле, что сначала лагерь, потом разрос жены, дети и так далее. И что? У нас вот здесь как раз очень маленький оперативный материал для того, чтобы выяснить, какое было население. Нормальные археологи для того, чтобы понять, какое было население, знаете, что исследуют? Угадайте. Ну, много керамику, ну, много чего. На керамике не написано. Я сделан, вылеплен греческим... Костный материал. Костный материал. Конечно. Но у нас же никто не умирает, у нас все возносят на небеса. В израильской археологии жуткая проблема с кладбищами. Это вечный, много десятилетий уже тянущийся конфликт с ультраортодоксальными еврейскими общинами, которые на всякий случай объявляют всех похороненных на Святой Земле за тысячи лет, а то и миллионы, пребывания на ней у Сапиенсов. Всех объявляют евреями. Неважно, там пусть будет неолит, пусть человек... С кого же римский кладбищ повернутый к Мекке, пусть кремация. Все равно все евреи. Это война на уничтожение. По этой причине с антропологическим материалом, с костным материалом у нас беда. Вот, недалеко, минут 20 тому назад рассказывал я про кладбище римское. Да. Ну, что вы думаете? Казалось бы. Вот, беги, досмотри, кто там похоронен, какие люди, какие там... Меря черепа, дело генетической анализы. Меря черепа, уши, носы. И тут и выяснится, что они не евреи. Нет. Нет. Беда. Беда, беда, беда. Исследовать костный материал практически невозможно, поэтому мы опираемся на какие-то эфемерные вещи. Например, украшение гробов. Ну, почему? Это вопрос моды. Культуры, ну, да. Культуры, моды. Понятно, что человек, который находится там в зоне культурного влияния мощной римской культуры, он, будь он грек, будь он сереец, вот, если деньги есть, он такой гроб себе и закажет. Ну, как минимум, можно сказать, что очень романизированное было население, правильно? Несомненно. Несомненно. У нас есть имена людей, иногда встречающиеся на каких-то погребальных памятниках. Точно, да, вполне себе. И иногда написано, источник хороший, но их не очень много. Иногда написано, откуда человек родом. Но в основном это солдатские погребения. У нас есть парочка солдатских дипломов. Да, очень ценный источник с колоссальным количеством информации. Но это тоже, это военные. Понятно, что военные шли в римскую армию отовсюду практически. Там и Панония, и Бейрут, очень много вот ливанская, сирийская территория, да, там и конница обычно были оттуда, потому что римская армия как таковая, в общем, армия пехотинцев. А эти всякие доп. подразделения, они очень часто набирались из людей Средиземноморска, Восточного Средиземноморья. В общем, данных мало. Мы знаем, что иудеев в этот момент в городе нет совсем. Их выгнали вон в 70-м году. Это по историческим источникам? По историческим источникам. И у нас нет до сих пор никаких находок, свидетельствующих о существовании иудейского населения в самом городе. Есть какие-то поселки вокруг Иерусалима, где продолжается традиция та же керамическая или производство каменной посуды, которая в ритуальном смысле там евреям удобна. А эти бассейны ритуальные для омовения? Миквы. Нету их. Их нет. Они исчезают вместе с каменной посудой из города. Их больше нет. Свиные кости, кстати, вспомнил еще один источник интересной статистики. По ним, насколько я понимаю, много дает. Беда у нас со свиными костями. Есть у нас свиные кости, да. Ну, у нас есть... Ой, даже давайте не будем про свиные кости. Там все страшно запутано. Бывает, что и на исламских памятниках находятся свиные кости не в большом количестве, но они бывают. Вообще, на этих свиных костях когда-то строилась там целая теория в библейской археологии ветхозаветной. Все это накрылось медным тазом благополучно, но это как-нибудь в другой раз. Вообще, мы очень мало знаем про жителей, потому что у нас практически нет жилых домов этого города. Вот у нас есть все общественное, общественное, общественное. А что, попадают все время в общественные штыки? Вот, это очень естественное дело, потому что какую-нибудь халупу можно и пропустить на историческом материале, а если ты упираешься в 8-сантиметровую эту улицу, то тут уж никак ее не профукаешь. На наших раскопках в городе Давида был впервые раскопан вот такой особняк римский. Особняк очень большой, закончивший свое существование в 4-м веке нашей эры. И дом римский, совершенно римский дом, там с фресками, мозаиками, все как надо, такие же мы найдем и в Пальмире, и в Бейруте, и в Александрии, и далее везде. Но что интересно, в этом первом жилом доме, несомненно, доме какой-то высокой общественной прослойки, какой-то богатый человек водил этим домом, в этом доме обнаружилось довольно большое количество материала, которое свидетельствует о религиозных воззрениях его жильцов, а жильцов, судя по всему, было много, там были и хозяева, и слуги, и, может быть, рабы и так далее. Дом прекратил свое существование в середине 4-го века, то есть в 363-м году нашей эры он был разрушен землетрясением. Вся начинка этого дома кричит кричмя, что жители его были сугубыми язычниками. Это очень странно, и это совершенно нарушает наше представление о том, как город Иерусалим, отряхнув со своих ног прах язычества Элия Капитолийского, в 324-м году радостно принял христианство по императорской инициативе был построен храм Святого Воскресения, был найден крест, началось паломничество на Святую Землю. Оно описано, самый ранний паломнический документ некого паломника из Бордо, анонимного, датируется 333-м годом, довольно рано. Он пишет о том, что город так прекрасен, наполнен церквями, подробно описывает все эти церкви. И следующие источники очень похожи. И у нас у всех создалось сложное впечатление, что это где-то там язычники воевали с христианами, это где-то там епископы боролись с древними культами, римский сенат там продолжал как-то пурхаться, чуть не до VI века там и сям. А в Иерусалиме тишь да гладь, да Божья благодать, все было так красиво, паломники идут, храмы стоят. Вот мы видим первый на сегодняшний день дом, большой дом, в котором все языческое. Хотите будут свиные кости, хотите какие-то там магические таблички с проклятиями, хотите украшения наполненные всяческой языческой символикой и так далее. Но мы не знаем, этот дом он показателен для города или это какая-то последняя цитадель язычников. Римский настоящий оплот. Да, оплот, последний оплот язычного. Мы не знаем, потому что там не с чем сравнивать. За последние два года вокруг открылась там еще парочка таких особняков оказывается это целый квартал. Там нет такого количества материала, но он тоже весь языческий. И что ты будешь делать? То есть понимаете, какой-то тюнинг нужен более тонкий. В Иерусалиме видимо дело происходило так же как везде. Просто поскольку мы наконец получив желанные исторические источники мало обращаем внимания на то, что эти источники написаны христианами, конечно человек, который пришел в город смотреть на видит. И в первую очередь про него рассказывает. И про него рассказывает. Он упоминает ворота только потому, что они ведут на Елеонскую гору. А другие ворота, которые ведут куда-нибудь, куда ему не надо, и где нет святых мест, он про них и не напишет. То есть картина вырисовывается гораздо более сложная в религиозном смысле, чем мы себе представляли. Вот есть такой фантастический текст. Да, у нас 4 минуты, конечно, мы еще успеем это рассказать. 305 год примерно действие происходит, сохранилось в книге церковной истории Евсевия Кейсарийского и епископа Кейсария, одного из ранних отцов церкви, это 3-4 век, он описывает происходящее в Кейсарии, в столице провинции примерно в 305 году к очередному римскому наместнику, которого зовут Фермиллиан, и которого текст называет эгемоном, приводит каких-то христиан на суд для времена гонений, и он допрашивает их и спрашивает, откуда они. Они, как порядочные христиане, говорят, что они из Иерусалима. Все христиане из Иерусалима, это их вечное отечество, имеется в виду Иерусалим небесный. Наместник Фермиллиан не только не понимает, что речь идет о каком-то образе, он никогда не слышал название Иерусалима. И этот текст очень интересно рассказывает, что он начинает допрашивать их и спрашивает, где этот город, и приказывает, чтобы его пытали, потому что ему кажется, что этот неизвестный Иерусалим, который где-то на востоке, и где таких много, как говорят ему эти люди, приведенные на суд, это какое-то гнездо заговора, которое против римлян сейчас поднимется, а тот все и говоришь, ну да, да, Иерусалим, Иерусалим, наше вечное Отечество. И так и запытали. То есть представьте себе, меньше ста километров расстояния язычник, римский наместник не знает об этом городе. Вообще у Иерусалима есть такое свойство существования в совершенно параллельных мирах разных каких-то религиозных и прочих групп. То есть христианизация происходила гораздо сложнее и дольше, чем мы предполагали. А как все-таки это происходило? Теперь это как-то археология подтверждает? На сегодняшний день у нас очень мало христианских археологических данных. вот в этом большом особняке наполненном языческими товарами нацарапано штукатурки где-то во дворе в какой-то галерее несколько христианских граффити таких надписей гвоздем или ногтем кто-то нацарапал? Кто это были? Рабы? Или это нацарапали уже после того, как здание рухнуло при землетрясении? Непонятно. Ну, и есть, конечно, знаменитый кораблик в подземельях храма Гроба Господня, на котором с ошибками рядом с ним написано «Мы приплыли, Господи!» Цитируется там какой-то псалом, и это граффити тоже вот этот рисунок паломнический, очень ранний, наверное, 2-го или 3-го века, свидетельствует о том, что паломничество к святым местам начинается до того, как эти святые места приобретают какой-то официальный статус. То есть, получается, все происходило, то есть, Иерусалим возник заново, как языческий римский город, и потом очень долго, там, в течение 200-300 лет он постепенно христианизировался. Он постепенно христианизировался, и понятно, что когда пришли византийцы и сказали, вот теперь можно быть христианином, они никуда не пришли, это, в общем, были те же самые люди, та же самая империя, и так длится, этот город продолжает развиваться, он становится очень живым, очень таким важным, потому что он важный христианский центр, и так происходит до 638 года, пока не наступают дни арабского завоевания. Что интересно, в договоре о сдаче, приеме этого города халифу Омару, он упоминается как Илья, а вовсе не как Иерусалим. То есть, еще тогда, что ты говоришь. Представьте себе, вот это совершенно какая-то чудесная история, ведь вроде бы, когда все стало христианским, город должен был немедленно вернуться к слову Иерусалим, к названию Иерусалим, потому что это город, где страдал, умер, воскрес, вознесся спаситель. Иерусалим, кому нужна там эта Илья. Но, видимо, вот это римское название еще как-то сопутствовало городу долго, потому что арабы, которые приходят, называют его Илья, а вовсе не Иерусалим. Забавно. Ну и, насколько я понимаю, мы только в начале пути, да, исследования этого города, и нам еще очень много открытий готовят эти спасательные... Распущение духа. Да-да-да, и спасательные раскопки в том числе. Несомненно. И, насколько я понимаю, проблем с этим нет. Ну, то есть, копают сейчас и активные, и будут копать. Проблемы, конечно, всегда есть, всегда есть сопротивление. Оно есть всему. Оно финансовое, оно временное, оно, какое-то идейное, но копать, копали, копать будем. Отлично. Спасибо вам большое за огромное количество информации, очень интересный рассказ. Это была Родина слонов. В гостях у нас была Яна Чехановец. Меня зовут Михаил Родин. До встречи в следующую субботу. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok